Ровно 73 года назад была образована Новгородская область. 5 июля 1944 наш регион получил независимость от Ленинградского. По этому случаю наш корреспондент Максим Широковский перелистал книгу почета о Новгородской области и узнал, как вписать свое имя в историю Древней Земли. Вот здесь как раз находится книга почета Новгородской области. Это на третьем этаже в здании правительства. Очень пользующееся популярностью у нас место. Ну давайте посмотрим. Под красной обложкой этого альбома имена тех жителей Новгородщины, чья трудовая или общественная деятельность способствовала обеспечению благосостояния региона, повышению его авторитета в стране и за рубежом. Такова официальная формулировка. Открыл эту летопись Владимир Михайлович Гусев, отличник здравоохранения, главный врач Боровической ЦРБ. С момента появления книги в 2004 году на ее страницах впечатаны заслуги 37 человек. Мой любимый герой из этой книги это Жигурова Лидия Филипповна. Она проживает в деревне Лычково. Лидия Филипповна совершила, по моему мнению, практически подвиг, потому что она выступила инициатором увековечивания памяти детей, которые, ленинградских детей, которые погибли под фашистской, от пуль фашистской авиации. Ежегодно в книгу вносятся не больше трех имен. Таков закон. Решение о внесении в книгу почета принимает специальный совет. В него входят общественники, политики, ветераны войны и труда, руководители органов госвласти региона и местного самоуправления. Кандидатура вносится как от губернатора Новгородской области, от Новгородской областной думы, от органов местного самоуправления и тайным голосованием, рассматривая каждую кандидатуру и ее заслуги, уже выбираются три наиболее значимых, которые вносятся в эту книгу. На страницы книги почета Новгородской области может попасть абсолютно любой житель региона. И неважно, кто он по профессии и какую должность занимает. Главное, любовь к новгородчине и готовность жить и работать во благо региона. Чистых страниц в книге пока хватает. Максим Широковский, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.